Так, для понимания того, в какой заднице я оказался, вот, поближе посмотреть, то сейчас мне придётся снимать штаны и идти через брод. И это только я ещё даже не начал радиалку. Я очень сильно опоздал на часах, где-то половина третьего часа, так да, половина третьего дня примерно, и я ещё не начал, собственно, идти по основному маршруту. Я ещё не прибыл на старт. Охренеть. Ну что, план прост. Всё в рюкзак, в рюкзак над головой, и проходим брод, блин, голыми ногами. Жесть. Ну, дело сделано. Всю воду здесь я перебаламутил. Водичка, так сказать, освежающая. Ай, жуть, мне нравится. Короче, я принял решение снять кроссовки и ходить голыми ногами. Потому что так уж вышло, что ни Берц, ни неоприоновых носков купить у меня не вышло. А ОРД зарабатывать я не хочу. Поэтому по всей этой грязи приходится идти... Жесть. Босиком. Так. И где же пункт старта? Ай-яй-яй-яй. Ладно. Всё. Хорошо. Началось. Пришло время для безудержного веселья. Хотя, мне кажется, оно настало раньше. Проблема в основном ещё заключается в том, что я в офисе оставил не только свой козырный фонарь, но и компас. И теперь, блин, очень довольно тяжело определить, где же это... Где же этот газопровод? Иду, блин, на добром слове. Примерно туда, где он должен быть. А потом, по идее, нужно идти в левую сторону. Посмотрим. Надеюсь, этот звук это звук этого самого газопровода. Потому что, если нет, то я в дерьме. Так как мой компас благополучно лежит в моём рабочем кейсе на работе в офисе, так... я уже два-три часа так и не выйдя на старт... Ну, на старт-то я вышел. На саму дистанцию я так до сих пор и не ушел. Брожу в лесу. Сказать, что дело дрянь, ничего не сказать. Но... Вроде бы я понял, где находится старт. Хорошие новости. Так, в общем, такое дело. Выбрел я на брод, видимо, через который нужно будет пройти. И там дальше, я думаю, будет основная полоса. Но не доходя до неё, я нашёл вот такой вот проход. Было бы неплохо, конечно, зашарить, но если я тогда упаду или там будет тупик, то это будет плохо. Блин. Матерь богов! Как же хорошо! Вообще без проблем. Тут можно пройти. И я на этой стороне. Теперь главное найти ленточки. Потому что без ленточек я никуда не пойду. Я потерял целых два или три часа из 24 данных мне на 100 километров. И я чую, что я, скорее всего, не успею. Но, тем не менее, я хочу пройти дистанцию до конца. И неважно, сколько часов у меня это займёт. 24 или 36. Ха! Хотя, главное, конечно, чтобы... Ну ладно. Хавчику я при запасе. И неоприонные носки я купить не смог. Но зато было больше денег на шоколадки, сухофрукты, орехи и другую полезную лабуду в дороге. Которую можно хавать, не останавливаясь. так. Ноги, короче, до сих пор сухие. Фишка вот в чём. Наматываешь. Это очень, это очень китайский метод. Я в будущем так делать, наверное, не буду. Только в крайнем случае. Наматываешь салфановый пакет очень плотно. Одеваешь носки и готово. И ноги остаются сухими. До поры, до времени. Блеск. На самом деле великолепно. Гениальная мысль. Наматать салфановый пакет на ногу, одеть носок и потом уже обувь. Вот. Только что я до этого говорил о том, что всё зашибись. Я как следует наступил в лужу, ушёл кроссовком. Блин. Короче, очень глубоко. И проблемка. Нога намокла. Но есть ещё один салфановый пакет и ещё носки запасные. Я их положил на подобные случаи. И хоть и кроссовок мокрый насквозь, весь в грязи, но у меня нога сухая и Орзе мне не грозит. Я доволен? Я доволен. А теперь, господи, пожалуйста, пусть я найду эти грёбаные разметки. Уже темнеет. Я не знаю, разметка это или нет. Вообще без понятия. Вроде должны быть ленточки, они точечки. Ни одной ленточки не могу найти. По идее, они должны быть от самого старта, но от самого старта ни одной ленточки я найти не могу. Сказали, мол, иди к трубе. А без компаса, хрен поймёшь, где к трубе. Разве не с самого старта должны быть ленточки? короче, я вообще без понятия в каком направлении мне идти. Я уже потратил часа четыре, наверное. Ай, от своего времени в пустую так толком и не начав идти по своей дистанции. Вот фигово взять и оставить в офисе. Ай, теперь, блин, даже и не знаю, где мне найти эти грёбаные указательные ленточки. А вообще весело. Очень даже весело. Интересно, но было бы намного интереснее всё-таки идти по правильному пути. А они хрен знают куда. только лягушки здесь и ползают. Ещё точечки. Может, я всё-таки вышел куда надо? Ну, не точечки должны быть, а ленточки. ещё ещё одна точка. Самолёт, что ли? Ага, самолёт. Так, ну, белые точки это что-то интересное. Может быть, они приведут меня к маршруту следования. Не, ну, неплохо, зато к ММБ буду лучше готов. но, чё-то. Хотя, будь у меня компас мог бы палять. Вот, ни одной ленточки. Ни одной. Вообще, за всё время следования ни одной ленточки не видел. Меня явно направили не туда. столько времени потрачено. Опасаюсь совсем не успею. Божечки. Ой, да прибудут со мной боги все, все, все. И да найду я эти грёбаные ленточки. У меня довольно устойчиво складывается мысль, впечатление, что я хожу кругами. Тут вот у меня вновь это самое бревно, по которому можно перейти через речку. Чё-то подозрительно. Ну, в общем, сказать, что я в дерьме, не сказать ничего. Совершенно непонятно где у нас тут может быть маршрут. Короче, не могу понять, где маршрут. Куда идти? Ладно, пойду уж на звук. Чё остаётся? А дальше разберёмся. Здорово, прекрасно. Этот звук был какой-то самолёт. Во всяком случае, оттуда он переместился вот сюда. Что это могло быть? Самолёты я пока не знаю. Но всё-таки я пойду в ту сторону. я всё-таки не понимаю, вот эти точки это у нас метки или не метки? Для чего они нужны и куда они ведут? фигово. Чё скажешь? Планировал за 22 часа примерно пройти дистанцию с учётом предыдущего опыта и того, что здесь будет сложнее. но как я могу пройти эту дистанцию, если я тупо не вижу дорогу, по которой мне её проходить? В итоге я брожу хрен знает где. Остаётся только найти постараться лагерь и начать всё заново. Пока где теперь этот лагерь? Хрен его знает. Хотя посмотрите какие поля крапивы. Я что-то там видал везюхи, что из этих поля крапивы кому-то включая меня придётся пробираться. Но она должна быть утоптана. Если я сейчас найду войду прям в эту крапиву, если я найду здесь хоть что-то утоптанное, то мать терь божья, я нашёл то, что искал. Хоть какую-то зацепку, хоть какой-то маршрут. Болото. Зашибись. крапиву там дальше капец как идёт. Ага. Да, болото неслабое, но и крапиву здесь никто не укладывал. Поэтому вряд ли это то самое место. что это за синяя штучка? по идее в ночи они должны светиться. Правильно? Это шарик. Не похоже, чтобы это было меткой. это просто тупо шарик. Жаль. Нет, думал. Что? Дела пошли на лад. третий. Тупо сварик. шарик. Шарик. Харик. Магед куда я иду и тут под дном болота хреново хьюсон у нас проблема я в болотистой местности тут хрен куда наступишь палку землю вставляешь уходит глубоко сижу на каких-то странных деревьях на каких-то странных деревьях не могу понять где у нас ближайшие цивильное местечко сейчас моя главная задача выбраться из леса а потом посмотрим нужно снова найти где у нас старт и попробовать пройти хотя бы сороковку хоть что-то ночью попробовать разобраться где же находятся эти ленточки они по любому должны идти самого старта похоже тот мужик меня не туда направил который там сидел потому что никаких ленточек самого старта я не видел отправили мне на юг пошел на юг ленточек не нашел и вот я здесь уже хрен знает сколько часов карабка по этим деревьям над болотом но зато весело так слышу собачий лай это хорошие новости плохие новости прям передо мной брод и как в него через него пробраться надо поискать может здесь очень удачно упавшие можно будет его просто пройти посмотрим в общем я закинул сюда дерево в этот пруд и пытаюсь пройти по этому дереву идея плохая но я надеюсь она прокатит я ее сейчас промокну но дойду или не промокну но дойду перспектива мне нравится в любом случае главное не промокнуть полностью а только ногой при святые угодники там глубина была его выпал и вот палка короче вот ее длина она уходила полностью если бы я туда упал я был бы полностью мокрый это палка конечно ноги у меня промокли полностью но зато вы посмотрите какая она была все таки тонковатая и длина вот длина например аж до туда высокая палка и она меня выдержала потому что я делал две ну как на дно короче две палки ужимал чтобы мой вес был меньше повезло теперь вопрос что делать с мокрыми ногами и где цивильное местечко холла я вижу огни вот а это цивилизация весь этот трэш немного сходит на нет ноги по жуткому мокрые из-за того что у меня все таки хоть и прошел по этому мосту удачи потому что мне жутко повезло что я туда не упал но все равно пан палка то была очень тонкая и она прогибалась и ноги вошли в воду все таки прилично в общем кроссовок полностью утонул и вот теперь я хожу и хлюпую с кроссовком надо как может скорее дайте до места хоть какого-то более-менее цивильного усесться сменить носки и целлофаны вот даже дорога какая-то и слава богам и удачи можно будет пробовать продолжать он еще в год огонь транслива ладно так что это за столб и куда он ведет я надеялся что я вышел вновь на стартовый лагерь радиалки а нифига мне кажется что я окончательно заблудился и хрен знает где значится я набрел на дорогу нормально как плохо фокус камеры навелся а теперь вопрос а где у меня есть хорошие новости какими-то не знаю правдами неправдами но я все-таки добрался за брод первый я за сколько так я за 45 или 6 или 7 часов хрен знает сколько я там бродил по болотам я получается у нас зараза так вот так как лучше короче я каким-то образом вот здесь у нас старт я хрен знает как здесь бродил дошел вот получается до вот этого места здесь бросил палку по палке перебрался через брод и оказался вот здесь на дороге это она как это вышло я хрен его знает но я точно здесь теперь сейчас сколько времени по моему сейчас часов 8 если я не ошибаюсь а я стартанул в 4 я очень сильно опоздал и так получается мне сейчас нужно идти вот сюда и идти дальше по своему 100 километровому маршруту зараза был почему эта камера не фокусируется во время записи ну чтож покрутить вас да нельзя тоже хрен покрутишь жаль а теперь о делах насущных ща уберу я свой стверточек по дорожке погуляю вот у меня был опыт маш бросков 90 километров зимой 20 часов шагал но это по дорогам а по такой пересеченки чё-то как не очень придет еще одна проблема есть это пожалуй то что у меня сейчас полностью промокли ноги нужно достать другие носки другой салофан и все это переделать о да это очень китайский метод очень китайский метод кстати очень хорошую палку нашел болен как будто боги ее подкинули о похоже мне хотят помочь добрые люди знаю все нормально мужик добрый вечер не все отлично я тут просто немного заблудился но я уже разобрался где я нахожусь а это типа соревнования по на марш бросок а я немного не в тустей пошел благодарю хорошего вечера кстати о добрых аборигенах вот например когда я совершал маш бросок на сколько да на 90 метров 27 машин примерно останавливались сами я не голосовал сами останавливались и предлагали подвести а я и махал рукой мол идти дальше ах ну там там я знал куда идти а здесь блин пришел на старт сказали иди на юг пошел на юг ни хрена не нашел бродил по лесу без всяких там наводочек ориентиров этих ленточек короче шел хрен знает куда фигово добраться самом деле до радиалки было тоже то еще занятие пробираться через брод спрашивал людей куда идти говорят иди через реку там на лодке тебя переведут пошел лодку не нашел прошел брод самостоятельно дошел до лагеря аллилуйя а дальше таки не ясно было куда идти но хотя бы сейчас я знаю знаю куда надо идти минимум сороковку из 60 километров короче надо хотя бы минимум взять а если хватит времени то и наверно следующий круг на сотку я за 24 часа точно не успею это уже факт потому что я на самом старте еще до сих пор за 7 8 часов или преувеличиваю но за 5 часов минимум точно или все-таки 7 ну короче за приличное время я до сих пор на старте из-за всей этой неразберихи главное чтобы я там нашел эту грёбанную трубу газопровод и эти грёбаные ленточки которых я так и не мог нигде найти так носки теперь целлофаны у меня к сожалению осталось мало по моему даже только один сухой а а с этими чего делать теперь я вообще без понятия не знаю может их просто вывернуть посушить и обратно все придумал этих высушить посушками полотенце да полотенце я взял специально чтобы чтобы вытираться я предполагал что брод будет очень глубокий да вот так оно и было этот брод который прошел через палку он реально покрыл бы меня с головой там метра два было именно в том месте где я проходил потому что эта палка она как раз таки где-то метр семьдесят восемьдесят наверно длиной нет преувеличиваю все-таки наверно где-то полтора метра но все равно она уходила на не чувствовал все равно она как бы такое дно блин короче дно нет твердое уходит вглубь и эта палка так до самого самого до самой опорной точки скажем так не дошла если бы я упал я бы сейчас разговаривал не так бодро потому что все что взял из запасного это в основном только носки ожидая подобное ну и плавки ну как бы там ни было мне нравится это примерно то чего мне не хватало в течение более наверное полтора года в течение до пока я в армии был пока то пока все на зараза вообще по идее так клево сидишь себе тихо такая тишина так приятно а воздух какой чистый елки-палки я как впервые приехал в москву вышел из поезда сразу в нос ударил запах выхлопных газов а здесь здесь пахнет свежестью выхлопных газов не приятно ладно нужно я их протер полотенцем нужно их снова замотать свежие сухие носки одеть и отправляться в путь боярин заварин русский чай иван чай вкусный чай обратил внимание мой портфель превращается в мусорное ведро для всяких фантиков никак не могу позволить себе выкинуть что-либо на природе поэтому все складирую в рюкзаке для того чтобы потом выкинуть где-то более подходящем месте например в урну где эти этот сверток с носками уже мокрыми эти нужно куда-то деть водонепроницаемый тент кстати тоже взял хотел когда брод переходить все всю одежду в портфель портфель полностью этот тент окутать и перебираться потом полотенце использовать ну и ясно что дальше делать где блин вот он кислород прикольная водица короче пора идти а то я сейчас замерзну ну все пора ну сказать что я доволен ничего не сказать вот по такой дороге я ходить можно сказать знаток сейчас теперь не нужно набрести на поворот направо надеюсь там будут эти разметки так надеюсь эти флажки тут будут и я их замечу в темате сверну куда надо и возьму курс жаль цифровик звезды не видит машина а а а а а а Принято решение побегать, потому что я слишком сильно замерз. Главное, блин, найти от права поворок. Как я слыхал, ночью эти метки должны быть хорошо различимы. Я надеюсь, я их хотя бы ночью увижу, ибо они неряно заколебали. Никак не могут найти эти гребаные размерки. Ну вот, собственно, пока идешь, не холодно. Поэтому самое главное правило, если ты ходишь зимой на дальнее расстояние, ни за что не останавливайся. Замерзешь. Единственное, что меня сейчас беспокоит, это то, что я до сих пор не на маршруте. Я где-то на этой дороге. И мне нужно найти этот гребаный газопровод с этими гребанными флажками или ленточками. Короче, я должен встать на маршрут. Я уже не знаю, который час. Сотку я уже точно не успею. Но хотя бы шестьдесят. Хотя бы шестьдесят. Второй круг на 40 километров наворачивать я не буду. Но главное, хотя бы шестьдесят. Короче, иду хрен знает куда. Кругом лес и какая-то дорога. Поведюхи наблюдал, что по какой-то вроде более-менее нормальной дороге Организатор всего этого действа. Кстати, хорошего действа. Мне все-таки нравится. Шла здесь она, в общем. Ни одной разметки, ни одного флажка. Блин. Ничего я такого не видел. И, кстати, цифровик скоро сядет. Батареи у него вот-вот сдохнут. Мне, короче, нужно найти этот аэропорт. Он должен быть по правую сторону от меня. Сказать, что я хрен его чухаю, ничего не сказать. Я иду, блин, слепую. И никакого газопровода, никакой такой трубы или еще что-то в этом духе, я не наблюдал. Тоже. О, впереди какое-то свечение. Не знаю, видно, не видно, но я вижу. Буду идти на свет. А вось повезет. А че еще остается? К моему глубочайшему сожалению, это оказался не свет, а надпись о том, что вход запрещен. И типа огнеопасно. Спички зажженные запрещены. Вход запрещен. Ну че, назад что ли теперь поворачивал. Че еще остается? Я че-то не знаю, куда здесь дальше идти. Еще как пальнут на хрен с ружья. Я че-то такое слышал. Короче, придется стопать назад. Божечки. Я ожидал, что я приду на старт. Такой, че, мне хватит силы, блин, пройти сто километров. Только дайте мне тропинку. Я думал, что будет что-то в этом духе. Не как ММБ, там ориентирование. В принципе, это все очень хорошо, конечно. Я хочу тоже на ММБ пойти потом. Но сейчас у меня даже компаса с собой нету, потому что он у меня в офисе. А без компаса по карте ориентироваться, божечки. Вроде бы как бы что-то выходит, но выходит очень-очень стрёмно. И че теперь делать? Ни одной разметки я так и не видел. Так. Ну да. Так вот, я думал, что я буду идти просто по ленточкам. Через броды проходить. И просто идти, бежать, идти, бежать, идти, бежать. Волчим вскоком передвигаться. Отличный метод передвижения. Я бы мог даже, наверное, за часов двадцать все-таки пройти это расстояние. Если бы я сумел правильно, блин, правильно свои силы распределить. Если бы я бегал столько, сколько нужно. Ни больше, ни меньше. Тогда моя скорость передвижения была бы выше пяти километров в час. А в этом случае что? В этом случае я бы преодолел это расстояние быстрее, чем за двадцать часов. Потому что я бы не останавливался. С другой стороны, есть броды. И вся другая лобода, при которой мне приходилось бы сильно останавливаться. Но в итоге все-таки с поправками. Двадцать два часа. Примерно за такое бы время я теоретически бы добрался до последней контрольной точки второго круга. Сто километров. Но сейчас уже прошло овер до хрена времени. А я до сих пор где-то около старта. Хотя бы первый брод прошел. Зашибись. Теперь вопрос. Куда мне идти дальше? Хилстон. У нас проблемы. Вот вообще теперь не понимаю, в какую сторону мне двигаться. Без компаса. Ну, карта хоть и есть. Какие-то ориентиры. Телефон давно сел. Поэтому не хелп позвать. Хотя, в принципе, я хелп-то звать и не собирался. Но все же. Не посмотреть на карте в навигаторе, где я нахожусь. Короче, ничего. Ничего. Я вот даже не знаю. Я сейчас до утра здесь прошарахаюсь. Я найду хотя бы первый КП. Я найду хотя бы одну указательную ленточку. Хотя бы одну, Карл. Хотя бы одну указательную ленточку. Может быть, я просто совсем не в ту сторону иду. Я где-то близко, блин, к этому маршруту. Но ленточки я не одной. За 2-3 часа уже, наверное, пребывание за дорогой. За первым бродиком. Я не нашел. Это печально. Я слышу лай собак. Так, там что-то указывалось методически про злых собак. Может быть, пойти на лай собак? Пойти на лай собак. Блин. Вот это очень плохо опаздывать, блин. Опоздал по-конкретному. Прибыл примерно в 3-3 часа примерно я прибыл. В 4 отправился. А теперь стою здесь. Если я не ошибаюсь, вроде бы вообще ко моим соображениям я нахожусь вот здесь. Примерно на месте, где я должен двигаться дальше. Сюда. Но где этот газопровод? Тут вообще никакой трубы не идет. Я не могу понять, что подразумевается под газопроводом. Я понимаю это как, блин, трубу. Но я не вижу здесь никакой, блин, трубы. И без компаса, блин, двигаться довольно проблематично. Немного не в ту сторону повернешь и не знаешь, все еще на восток ты движешься или нет. Жуть. Жуткая, жуткая жуть. Сейчас проверю, я действительно здесь нахожусь или нет. Сейчас пойду так вот по дороге. И попробую дойти до этого лагеря нашего. Как следует подготовлюсь к ММБ. А вообще прикольно. Даже вне зависимости от того, дойду я или нет, мне понравилось. Дарина. Значит, я сейчас в поселке Дарина. Сейчас сверимся по карте, куда я попал. Сказать, что опять холодно, ничего не сказать. Надо опять пробежаться. Пресвятые угодники. Дарина. Что за нафиг? Куда я забрел? Это по какой дороге? Ох ты ж ёб твою дивизию. Вот где я оказался. Обалдеть. Смотрите, что вышло. Так. Я, получается, вот отсюда пошёл нахрен куда-то сюда. Здесь вот. Я что-то там не знаю. Что-то как-то здесь. В общем, я как-то оказался именно на вот этой дороге. И на этой дороге оказался. Я, получается, сейчас как-то вот так вот зашёл в Дарина. Обалдеть. Если я сейчас вот здесь вот в Дарина, то мне нужно пройти на эту дорогу. Обалдеть. Так. В общем, как я понял, я сейчас нахожусь вот на вот этой дороге. Я, получается, по ней сейчас пройду вот сюда, в Бухары. Так. В Бухары. И по пунктиру вот этому прямо к лагерю. Получается, потом буду вот так вот смотреть. И по пунктиру доберёмся к лагерю. Ну что же, погнали. Так. Вышел на дорогу. Она ведёт в село Бухры. Сейчас будем езжать путь через это село. Дойдём до его конечного момента. И вернём на посёлочную дорогу. Там я должен, по идее, довольно спокойно дойти до лагеря по дороге. Без всяких там болот. Весенний на деревьях. И создание мостов, чтобы пройти брод. А спокойно, по дорожке. Надеюсь, без собачек. Дойду до лагеря. По ощущениям сейчас градуса два тепла на улице. Так. Сейчас по этой дороге, значит, иду к собачке. Так, ну, вот я уже на просёлочной дороге, которая на карте была выделена пунктиром. Это значит, что сейчас первый поворот налево. Не туда. И потом будет выбор направо и налево. Опять же, нужно быть налево. По времени не знаю, сколько сейчас. Но уже, по-моему, воскресенье. Точно воскресенье. Даже без сомнений. Но то, что так быстро будет развилка, я не ожидал. Я иду по нему. Дальше лагируем совсем недалеко. Дальше. Может, я её вот так вот закину сейчас? Её вот на эту хуйню закинуть, чтобы она краем колеса закинкнулся. Может, если я с колесом поверну, может, она взять? Подожди, может, лучше попробуем сначала её протолкнуть? Нет, смотри, вот если... Надо, чтобы она из ямы, из колеи. Видишь, какая она у меня в колею провалилась? То есть, она вот здесь вот прямо на краю. Видишь, на краю колеи? Ага. То есть, я сейчас колесо выверну, может быть, оно зацепится, и вы её руками вот так вот толкнёте в ту сторону, и всё как бы будет ровно. Ей там осталось сантиметра два. Может... Она с домкратом-то поедет? Ты с домкратом будешь делать это? Ну, нет. А, ну, с домкратом, да, нет. Он даже попадёт, поедёт, если что-нибудь пробьёт. Повернулось! Повернулось, спанул или нет, не знаю. Не похоже. Спанул сам там за край, нет? Ну, она повернулась, уперлась в край. Уперлась? Ну, там трава. Надо будет прокручивать. Подожди. Вот сюда, вот сюда давай подложим. Смотри, вот здесь, вот здесь от него. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди. Да, подожди. А у тебя только колесо не двигается, получается. Мне кажется, лучше на левое его подпереть. Чтобы он на него заехал. Он прокручивается левое. Давай вот это вот сюда подъехал, закинем. И ты попробуешь, но у тебя задовое. Ну и что, там красить? Не-не-не-не, не надо там красить. Зачем? Смотри. Да, все, теперь давай сзади. Давай, раз, два. Давай, 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 давай. Держи. Есть, кто-то. Что там дальше он едет? Ну давай, уйдем давай. Попробуй. И вот ты по левой части можешь выехать здесь? Давайте попробуем вперёд что ли? А у кого вообще права есть? Да, давай, наверное, садись. Мне надо толкательный этот побольше. То есть руль, руль прямо. Руль прямо. Так давайте уперлись, чтобы не скатилось. Хуй, не давай, лучше ты за руль. Нет. Нет. Вот. Да. Вон, вот, пиздец. попробуй лучше по левому он сухой подожди давай сюда еще закидаем этих досок побольше слушай да давай давай вот сюда вот досок вот в эту яму я вот в этой яме сел вот здесь даже скорее слушай может лучше всего это по левой есть еще? смотри она сейчас сухая тут ебань в том что это тоже сухая тут ебань в том что она садится на брюху понимаешь лопаты нет лопаты объехать нельзя вот здесь вот по вот этой дороге назад сдать там тут вроде она какая-то более-менее ровная что ли мне кажется она куда-то не туда да она не сходится ну потому что мы же сзади ее выходили так ну машину мы вытолкали дела идут на лад лагерь должно быть совсем близко в целом все понравилось хоть я и забрел в не самую лучшую сторону я получается шел совсем на север прямо к бурыхе село бурыха да называется в общем ушел слишком никуды это был экшен жаль конечно что совсем не смог найти я эти ленточки ни одной не нашел так и не смог встать на маршрут я никогда не был так плохо подготовлен к путешествие никогда свой блин компас оставил на работе свой крутой фонарь оставил на работе но зато получше поработал с картами вот они вот они эти повязочки которые мне так не хватали на маршруте вот совсем не в ту сторону пошел вот был бы у меня компас в этот момент столу к столу на сверху такая коробка дорогая я тут уже к столу в смысле к еде сразу сразу я помню раньше когда ездил на ход я там с отцом ездил на улице я помню а нет нет столу я уже котел котел стоит и ближе к костру котел стоит там ул 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 есть супчик есть чайок нет 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 как вам местность ну бывает хуже бывает да оставляй того машину возле карьеры и ты пешком так удобнее и ненадежнее это финиш да да понял да так все прибыли да да ну да вы не замерзли девушка не не 60 лет 100 100 нет сотка позже будет на улице стоишь просто полно думаю сотка будет в основном максимум точнее минимум 12 да максимум